Рождество Иисуса Христа было так. Обручение матери его Мария с Иосифом прежде нежели сочетались они. Оказалось, что она в очреве Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желал огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившись в ней, есть от Духа Святого. Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбылится реченное Господом через пророка, который говорит, Сиди его в очреве, примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее. Как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Когда же Иисус родился в Вифлиеме Иудейском, в больнице царя Ирода, пришли волхвы с Востока и говорят, «Где родился царь Иудейский, ибо мы видели из Истового на Востоке, и пришли поклониться ему?» Когда услышал Ирод этот, когда услышал Ирод царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним, и позвал всех первосвященников и книжников, спрашивал у них. И ты, Вифлием, ничем не меньше воеводств иудемных, дабы из тебя произведет вождь, который упастет народ мой Израиля. Тогда Ирод царя, призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлием, сказал, «Пойдите и тщательно разведайте Амуаденца, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую они видели на Востоке, шла пред ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был владенец. Увидев же звезду, они возрадовали с радостью весьма великую, и, зайдя в дом, увидев младенца с Марией, матерью его, пав поклонись ему, и, открывся от кровщеницы, принесли ему дары золото, ладом и смирно. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. И когда они же отошли, все ангел Господень явился во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, таколь не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью, и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, «Да сбудется реченое Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Аминь.